Приветствую вас, давайте будем разбираться с тем, что вы написали, вот, значит, и попробуем выработать некоторые рекомендации для вас, исходя из того, что вы нам предоставили для анализа. Встречаюсь с молодым человеком 10 месяцев, вроде все хорошо, но меня не устраивают некоторые моменты, например, когда он хочет, значит, провести время, да, где-то, 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 вот, он хочет, он хочет, провести это время в компании, значит, своих друзей, да, вот, а вы хотите больше, больше провести время в домашней обстановке, вот. А, значит, да, то есть он хочет, провести время в компании, вместе со мной, мне же лучше провести время в домашней обстановке, тем более после работы. А, значит, ну, я не очень, эм, понимаю вас, вы считаете, что это, эм, проблема, то, что, вот, ну, происходит. Но я считаю, что это плохо, что он, эм, хочет провести время, а, значит, эм, в компании своих, эм, там, там, допустим, друзей, да? Вот. Вот. Или как? То есть, понимаете, если вы считаете, что это плохо, например, то я думаю, что ему об этом, в общем-то, эм, нужно сказать. О том, что вам не нравится, о том, что вы, эм, считаете, что должно быть по-другому, и так далее. Ну, просто, чтобы он знал, чтобы он был в курсе, да? Вот. А если вы считаете, что это плохо, ну, для вас, а если вы понимаете, допустим, что это просто ваше желание, например, и, не более, не более того, да, если вы понимаете, что это просто ваше желание, эм, что здесь, на самом деле, эм, столько в том, что вы своего мужчину, эм, уже, как бы, приняли, эм, таким, да, какой вот он есть, и, в общем-то, эм, было бы, на мой взгляд, довольно странно, если бы вы, эм, теперь предъявили бы ему за, эм, то, что он вот такой. То есть, я уверен, что вы, эм, знали, изначально вы знали, что ему, эм, хочется проводить время, эм, в компании. И я уверен, что вы с этим как-то вот мирились, я уверен, что для вас это было, ну, наверное, нормой, нормой, вот. Но вы, наверное, ждали, наверное, вы ждали, что, эм, значит, мужчина, он, эм, будет больше, эм, времени проводить, эм, все-таки, эм, с вами, а не с друзьями. То есть, у вас были некоторые ожидания, у вас были, эм, некоторые ожидания на, эм, его, э, счет, и, и, соответственно, эм, когда эти ожидания не оправдались, эм, значит, ну, у вас, скорее всего, я так думаю, эм, имидж лиц обиды, собственно говоря, 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 говоря. И здесь уже возникает вопрос, так вы принимаете своего молодого человека полностью таким, какой он есть, или нет, или не принимаете? Потому что, эм, вот, пока что, исходя из того, что вы пишете, э, я могу сделать предположение, что вы его, э, ну, не так, не так, чтобы очень, э, сильно принимали. Тем более, что у вас есть, как вы говорите, обида, да, и так далее. То есть, вот здесь, конечно, очень важный момент, кроме того, кроме того, кроме того, вы ему рассказывали о том, что, ну, вот, что вам бы хотелось, вы рассказывали ему о том, что, как вам лучше. Если да, то, соответственно, как, как он это воспринимал, как он воспри, воспри, воспринимал, эм, тот факт, что вам хочется хочется проводить время в домашней обстановке, вот, а вы как относились к тому, что он хочет больше времени проводить, э, с друзьями? Понимаете? То есть, это вот, э, э, такие моменты, да, э, 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 ну, которые, в общем-то, могут, э, довольно серьезно отравить жизнь, если на них, если об этом не разговаривать. Понимаете? Вот. А у меня нет такого ощущения, что вы, э, со своим молодым человеком об этом говорите, ну, или, по крайней мере, приходите к, к какому-то решению, да, к какому-то, к какому-то выводу и так далее. Вот. То есть, совершенно непонятно, почему вас это не устраивает, ну, можно, э, как-то договориться о том, что иногда вы, там, например, э, проводите время так, как хочет он, иногда так, как хотите вы, и чтобы никому, никому не было обидно, обидно, да. То есть, вот, э, здесь, конечно, история, э, ну, такая, довольно, довольно непонятная история, я бы сказал. А, потому что, ну, может быть, вы тянете, как бы, на себя одеяло, пытаясь сделать так, чтобы молодой человек, э, делал всё, э, так, как, как, может быть, хотите вы, вот. Это ему не нравится, что это, ну, вполне может быть, что вы, э, в силу, своего, э, возраста, э, пытаетесь контролировать его. Ну, э, это, в общем, в общем, в целом, э, понятно, но, просто, 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 ваш контроль может, э, его, оттолкнуть от вас, вот. Поэтому, я думаю, что, если вы его, э, действительно, контролировать, пытаетесь, да, э, то лучше, лучше, наверное, всё-таки, в меньшей степени это делать, потому что, э, ну, молодому человеку, может, это не понравится, если он после работы, да, который хочет отдохнуть, например, а вы ему предлагаете там, э, ну, может, в домашней обстановке время проводить, вот, ему это может быть совсем не по душе, вот. Дальше, э, значит, в общем, вроде ничего не случается, но, давай, чуть младше, э, ну, вот, понимаете, э, надо бы, э, определить, э, чего именно вы заводите, понимаете? Э, э, надо бы, э, выявить, э, почему вы заводите, надо бы, э, понять, что, э, вас, э, развращает, что вас, э, вот, стимулирует к тому, чтобы, э, э, ну, ну, чтобы, э, э, чувствовать негатив, да, э, что вас напрягает, вот, э, я думаю, что нужно, нужно обязательно, на этом, э, ваше, э, внимание, значит, застричь там, это, э, ну, это, э, действительно, действительно, очень важный аспект, если вы заводитесь, э, да, ну, если вы заводитесь, просто вы сами заводитесь, э, то нужно принять ответственность, э, за то, что вы завелись, понимаете? Вот, я завелись, это моя реакция, это, э, моя ответственность, э, вот, и ни в коем случае это не ответственность, э, значит, мужчи, ну, мужчины, вот, моего мужчины. То есть если меня, э, что-то заводит, то я, э, значит, не переношу это на молодого человека, а пытаюсь рассобраться сперва сама, что происходит, да? Дальше. Постоянно присутствуют такие чувства, как обида. Ну, смотрите, э, обида это что такое? Обида это ожидание, то есть я чего-то жду, я чего-то ожидаю от, а, значит, своего мужчины, ну, или просто, э, от отношений, например. И здесь очень важно понять, чего именно вы ожидаете от отношений и почему. То есть чего именно вы ждёте и по какой причине вы этого ждёте. Ожидание это ваши собственные желания. И, в общем, будет лучше, будет хорошо, если вы всё же сами, сами будете нести за это, ответственность свою собственную. Да? Вот. Значит, э, дальше вы пишете, что у вас, э, есть такое чувство, как, э, злость. И злость это, на самом деле, э, защитная, защитная реакция, злость. То есть если вы злитесь, значит, вы, э, от чего-то защищает, э, вам, значит, э, что-то угрожает, ну, по вашему мнению, по вашим ощущениям вам что-то угрожает. Вот. И здесь тоже нужно разобраться с тем, что, в чём именно вы видите, э, видите, э, для себя угрозу. Самая сугроза, это ваша особенность, ваше восприятие. Дальше. Разочарование. Ну, в принципе, э, разочарование, это ощущение чувства, которое во многом труднее, э, обидно. Вот. Только разочарование, это скорее, э, разочарование, это скорее результат, ну, или если угодно следствие, это следствие того, что вы, э, значит, ну, скажем так. Так. Это следствие того, что вы, э, и, идеализировали. Вот. Вы идеализировали. А, вопрос, правда, что вы, что вы идеализировали, э, кого вы идеализировали, и им по какой причине. Вот. То есть, то есть, то есть, то есть, то есть, э, если, если у вас, э, имеет место быть разочарование, значит, вы, э, в той или иной степени, э, значит, как-то идеализировали. Ну, например, вы идеализировали, допустим, э, своего молодого человека. Вот. И, идеализировали вы, вы его, потому что вам это было нужно. Вот. Ну, и, соответственно, соответственно, возникает вопрос, да, э, что же, что же вам, э, было нужно, да, если вы, э, его идеализировали. То есть, получается, что вы, э, вы видели и встречались не с реальным человеком, а с человеком, которого вы себе са, сами, отчасти придумали. И, вот, собственно, в этом и заключается основной, э, момент, э, который я бы хотел, чтобы вы, э, э, подумали, ну, разобрали. Хорошо. Ладно. Ну, вот coherent. По какой причине вы, э, придумали человека, человека? Пой-какой причине вы идеализируете человека? А-а-я-и не принимаете его, э-э.. реальным, реальным. таким, какой он есть, ну, на самом деле, вот, понимаете ли вы, что так происходит, осознаёте ли вы, что это происходит, отдаёте ли вы себе отчёт в том, что это происходит, вот, и понимаете ли вы, что, в общем, то, в таком случае, да, это не любовь, а это просто-напросто, или влюблённость, что, в общем, неплохо, если это именно влюблённость, да, то ничего страшного в этом нет, если это влюблённость, но вот если это у вас идёт куда-то, а дальше, да, то вот это уже зависимость, ну, то есть это может быть зависимостью, и от этого, вот, мне кажется, нужно отходить, и чем лучше, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше будет для вас, вот. Дальше, одиночество. Одиночество это такое чувство, когда вы, по сути дела, не принимаете себя, то есть вам нужен, вам нужен мужчина, вам нужен мужчина, потому что вы себя не принимаете, не принимаете, вот, и одинокой вы себя чувствуете, ну, собственно, по этой же самой причине, что вы не можете находиться наедине с собой, с самим собой, вот. Значит, соответственно, то есть что это вы себе не принимаете, по какой причине, что именно с этим, конечно, нужно разбираться с самым самым. А на данный момент можно сказать только то, что одиночество значит, а с причинами нужно разбираться непосредственно, непосредственно в ходе индивидуальной работы. Так, значит, да, я забыл написать, очень странно, даже вроде находишься рядом с любимым, но внутри тебе одиноко. Ну, я немножко не согласен с мнением своей коллеги, да, в оценке происходящего, вот, мне бы хотелось сказать, что когда, если честно, вы чувствуете себя одиноко с другим, значит, вы ждете, что другой вас наполнит. То есть, сами по себе вы не наполнены. И вы ждете от любимого, что он вас зарядит. На самом деле, если вы действительно человека любите, то вы возвращаете своей энергией, которая есть у вас. И из-за этого возникает, соответственно, вопрос, насколько ваши отношения вообще являются любовными, да? То есть, насколько вы, значит, принимаете себя, значит, цените, цените себя, уважаете себя, любите себя, и так далее. Вот. Что вам нужен мужчина, да, вам нужен человек, с которым бы вы не чувствовали себя одиноко. Одиноко. То есть, как насчет ценностей в себе? Как насчет того, чтобы подумать, а что такое любовь? А разве любовь это не отдача? Вот. Знаете? То есть, пока ощущение, что вы только берете, вы только требуете, вы чего-то ожидаете, но вы отдавать как-то не готовы. Или, по крайней мере, если вы отдаете, то отдаете вы во вред себе. А это также не любовь. Поэтому, пересмотрите в свое отношение к молодому человеку, к самой себе. Вот. В этом можно будет вам помочь. И тогда будет, в принципе, ясны многие причины ваших переживаний и обид. Потому что при рассмотрении всегда очень легко понять, что все дело именно в самом человеке. Не в другом, а в самом человеке. Ибо человек другой такой, как он есть, вы его предпринимаете, а у вас, видите, есть желание менять, как-то переделывать, как-то контролировать, возможно, даже принуждать. Ну и, естественно, такая модель отношений, она ведь идет и с детства. И, на мой взгляд, правильно было бы разобраться в том числе и в том, что происходит у вас в семье, происходило в родительской семье, какие были отношения между мамой и папой и так далее. Вот. То есть все, вот ответы на все эти вопросы помогут вам разобраться в себя. Скорее всего, скорее всего, мама и папа либо были очень близки, настолько близки, что вы прямо-таки идеализируете отношения и стремитесь к гармонии в этих отношениях. Либо вы столкнулись с деструктивными моделями поведения в семье, когда, собственно говоря, люди не являются близкими эмоционально, а вот, ну, примерно как вы. То есть отношения – это должное слово. Ну, соответственно, от этих ценностей нужно будет отходить. Это, я полагаю, понятно. Вот. Примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.